здравствуйте уважаемые коллеги сегодня мы продолжаем обучение ткани внутренней среды мы знаем что совокупность клеток крови и соединительных тканей они и составляют единую систему ткани внутренней среды и в совокупности обеспечивают постоянство внутренней среды организма то есть гомеостат мы знаем что ткань состоит из клеток и межклеточного вещества и ткани внутренней среды имеют общие свойства то есть они задержат в составе клеток клетки выполняющие функционально ведущие свойства то есть секрецию всех компонентов межклеточного вещества кроме этого они содержат ткани производные клеток то есть не клеточные и постклеточные структуры и составе межклеточного вещества выделяется основное вещество и волокнистый компонент у собственно соединительных тканей состав которых может отличаться в зависимости от локализации они имеют также общее эмбриональное происхождение то есть развивается из мезенхима мезенхима образована рыхло расположенными отрещатыми мало дифференцированными клетками и студневидным межклеточным веществом она заполняет пространство между закладками органа эмбриона и образуется путем усиления клеток из мезодермального эмбрионального зачатка называется энтомезенхима и нейроэктодермального называется эктомезенхима дальнейшая дифференцировка клеток мезенхима зависит от ее микроокружения наряду с формированием клеток крови и соединительных тканей предмет которого мы сейчас изучаем мезенхима является источником развития гладкой мышечной ткани и сосудистого эндотели на этой микрофотографии вы видите что клетки мат мало дифференцированы так как объем ядра и сетоплазма сдвинутся в сторону ядра ядро имеет светлую окраску круглую форму и отмечается большое количество тонких отрост которые образуют такую ложность синцити классификация ткани внутренней среды мы с вами рассматривать кровь форменные элементы а также гемопояс совокупность клеток гемопоэтического дифферона то есть из красного костного мозга а также тимуса образуют миелоидную ткань и лимфоидную ткань собственно соединительные ткани это волокнистые соединительные ткани которые делятся в свою очередь на рыхлую и плотную а плотная на неоформленную и оформленную также выделяют группы тканей со специальными свойствами это слизистая ткань ретикулярная и жировая которая подразделяется на белую и дуру копорным соединительных тканям которым преобладают механические функции относятся хрящевые ткани подразделяющиеся на гиалиновый эластическую волокнистую хрящевую ткань и костные ткани которые в зависимости от этапа развития подразделяется на грубо волокнистую и потом большей степени она преобразуется в пластинчатую а также отдельно группа ткани зуба это дентин и цемент здесь важно отметить общие базовые функции которые относятся ко всем тканям внутренней среды больше или меньше степени первая функция это биомеханическая то есть образование и поддержание в течение всей жизни организма скелета то есть каркас организма также соединительные ткани образуют строму многих внутренних органов строма то есть это вспомогательная ткань выполняющую структурную функцию атрофическую разграничительную и предоставляющие основу для работы паренхима то есть функционально ведущей ткани вторая функция пластическая означает регенерация мы с вами рассматривали два способа физиологической регенерации для клеток и говорили что если клетка способна делиться методом и делится то это клеточная регенерация в том случае если параллельно или только за счет обновления органов происходит физиологическая регенерация то это внутри клеточная регенерация на тканевом уровне это проявляется в виде методов отдельных популяций клеток или их обновления и или их обновления органелл клеток в течение всей своей жизни также мы приводили примеры клеток которые для которых единственный способ физиологической регенерации это внутри клеточная то есть обновление органелл клетки уже ноль периоде нейроциты кардиомиоциты то есть пластической мы отнесем ликвидация дефектов ткани которые вызываются повреждающими факторами то есть травма инфекция интоксикация нарушения кровообращения защитная функция наиболее обширная включает несколько видов защит то есть это первое фагоцитарная активность клеток из клеток крови мы говорили что специализируется на функции фагоцитоза бактерий нитрофилы и моноциты макрофагии второе это иммунологическая защита организма чужеродных белков сюда входят все и моноциты ткани то есть и клетки которые участвуют в каскадных защитных иммунных реакциях специализированные клетки на этой функции сюда относятся моноциты макрофагии выполняющую функцию антиген представляющих клеток были лимфоциты дифференцирующиеся в плазмоциты которые секретируют антитела или иммуноглобулины и это киллеры которые выполняют функцию кислород зависимого келлинга то есть реализуют клеточный иммунитет а также 80 процентов иммуноцитов это все остальные лимфоциты третья защитная функция заключается в защитном действии специальным образом структурно организованным межклеточным веществом его волокнистым компонентом и основным или анорфным веществом четвертая функция трофическая или метаболическая она обеспечивает обмены и регуляторные процессы во всех тканях и органах здесь мы можем говорить о регуляции проницаемости межклеточного вещества и одной из такой функции выполняли бозофильные гранулоциты с которыми мы знакомились на предыдущих темах и так три группы тканей кровитворные которые мы частично знакомились на предыдущем занятии собственно соединительные ткани более подробно сегодня и опорные соединительные ткани с которыми мы подробнее познакомились о следующих встречах сначала клетки помним ткань клетки межклеточное вещество да клетки которые являются строителями соединительной ткани без него она не существовала и чья функция это секреция всех компонентов межклеточного вещества мы же помним что синтез белка проходит внутри клетки вот эти клетки строители это фибробласты они обеспечивают образование всех разновидностей межклеточного вещества которые отличаются в различных видов соединительной ткани перестройку частичное разрушение межклеточного вещества то есть регуляция его архитектоники а также вырабатывать гуморальные факторы которые реализуют межклеточное взаимодействие это клетки межклеточное вещество две части это волокна и основное вещество волокна это коллагеновые волокна они образованы фибриллярными белками то есть имеющие линейную последовательность имеют большую прочность они нерастяжимы и функция прочность на разрыв эластические волокна они образованы белками эластином и фибриллином ветвятся анастомозируют то есть связываются друг с другом между собой и они обеспечивают способность соединительной ткани к обратимой деформации то есть их основная функция форма образующей они как пружинка могут распрямляться и главная их функция потом вернуть прежнюю форму например альвеоли которую они оплетают они не растягиваются они распрямляются и потом снова принимают прежнюю форму и третий компонент ткани это основной или по-другому аморфное вещество она образована макромолекулярным комплексом протоугликанов и гликопротеинов она может быть гидротированным то есть удерживать диполи воды или минерализованным то есть в нем могут находиться допустим кристаллы гидроксиапотита она заполняет пространство между волокнами и клетками и участвует в реализации базовых функций тканей внутренней среды подробнее о фибробластах особенности структурной организации фибробластов фибробласты и фиброциты фибробласты это относительно молодые клетки они активны как белок синтезирующие клетки и способны к уделению фиброциты это терминальная итоговая или дефинитивная форма фибробластов они малоактивны в плане синтеза зрелые фибробласты вот зрелые фибробласты они имеют отростки у них светлое ядро потому что преобладает эохроматин и слабобозофильная цитоплазма в которой большое количество находится гранулярной эндоплазматической сети и других органеллсинтеза вот цитоплазме часть прилежащая к ядру называется эндоплазма вместе с ядром а периферическая часть которая образуют отростки называется эктоплазма она образована преимущественно цитоскелетом вот здесь вот зелененькие иммунобистохимические окраски вы видите что отростки образуются в момент прикрепления к субстрату функциональная морфология фибробластов включает в себя развитую гранулярную эндоплазматическую сеть вы можете видеть что профили гранулярной АПС то есть цистерны на поверхности которых находятся рибосомы занимают практически всю свободную цитоплазму здесь синтезируется белок коллаген эластин для волокон или гликоз аминогликаны для аморфного вещества также цитоплазме достаточно большое количество лизосон митохондрий включения липидов и гликогена плазмолима же представляется в рецепторную зону которая опосредует регуляцию функциональной активности самого фибробласта активизация фибробласта сопровождается накоплением гликогена и повышение активности гидролитических ферментов энергия которая в последующем образуется при распаде гликогена и используется для биосинтеза компонентов матрикса вот прилежащие межклеточное вещество основное это светлое вещество или аморфный компонент и волокнистый компонент в продольном сечении и в поперечном сечении мы видим обелие коллагеновых фибрил белок для которых и синтезировала эта клетка светлое ядро фибробласта так как первый этап транскрипция синтез синтеза белка то есть синтез РНК проходит в ядре много гранулярное ПС второй этап синтеза это вы знаете трансляция то есть синтез белка непосредственно на гранулярное ПС и пострансляционные изменения в комплексе больше он тоже хорошо развить отростчатая форма клетки образуют складки такие или бухты в которые клетка выделяет с помощью секреторных пузырьков вот они видны хорошо по периферии фибробласта продукты синтеза то есть тропоколлаген которые в последующем образуют самосборку более крупных по диаметру коллагеновых волок биосинтетическая активность фибробластов получила название фибрилогенез вы можете видеть как в сетоплазме клетки активно синтезируются продукты ее синтеза то есть тропоколлаген и потом она выбрасывается на поверхность близко к поверхности клетки и волокна собираются в более крупные структуры то есть внутриклеточный этап включает в себя биосинтез молекул протоколлагена упаковка в комплексе больше транспорт секреторных пузырьках и экзоцитоз то есть воведение после чего наступает внеклеточный этап то есть модификация молекул проколлагена специфическими протеазами и образование нерастворимого тропоколлагена его дальнейшая полимеризация формирование коллагеновых фибрил и в последующем образование более толстых волокон в матриксе коллаген составляет более 30 процентов общей массы белков тела и из 29 разновидностей белка 90 процентов представлены первым типом коллагена сравнивая два вида волокон то есть коллагеновые эластические мы можем сказать что в обоих случаях присутствуют четыре уровня организации волокна внутриклеточный происходит внутри клетки фибробласта он называется молекулярный последующим во внеклеточном матриксе реализуется надмолекулярный уровень организации то есть формирование молекулы тропоколлагена фибриллярный создание фибрилы коллагена путем самосборки и после аваригации фибрил волоконный также показано на этой схеме отличие эластических волокон они в отличие от коллагена представляют не бучок фибрил коллагена а внутри центральная часть содержит аморфный компонент а по периферии этого стержнем находится лживолокнистый пример локализации эластического волокна это аорта эластический каркас вот он извилистый подержание формы сосуда после выброса крови он растягивается потом он распрямляется расширяется а потом он должен принять прежнюю форму и в том случае вот здесь показана схема альвеолярного мешочка поступление воздуха и оплети эластический каркас розовым цветом оплетающий каждую альвеолу в том случае если происходит расщепление с помощью эластического каркаса то после на выдохе альвеолы не могут принимать прежнюю форму называется эмфизима еще раз коллагеновое волокно прочностный разрыв эластические волокна функция формообразующая межклеточное вещество таким образом повторимся делится на две части волокна из которых мы можем образованные белками которые синтезируются альфиброгаз здесь мы можем выделить белки которые выполняют консу структурных белков это коллаген и эластин и адгезивных белков это ламинин фибронектин недоген они представлены в базальных мембранах и выполняют стабилизирующую роль является адгезивным субстратом ангезия прилипания для эпителиальных и мезинхимальных клеток также регулирует процесс перестройки компонентов внеклеточного матрикса связывает клетки с волокнами и образует такие комплексы для связывающие клетку с аморфным веществом аморфное вещество с волокнами таким образом все три компонента ткани соединительные оказываются интегрированные друг с другом и второе компонент основное вещество или аморфное образовано под публиканами на этой фотографии вы можете увидеть коллагеновые эластические волокна они довольно широкие умеренно окрашенные это извилистые такие тяжи различной толщины и они идут в различных направлениях эластические волокна они тонкие интенсивно окрашенные и формируют такие анастомозы то есть друг с другом они связаны образуя такую трехмерную сеть более подробно о строении аморфного и основного вещества и его связи с клетками волокнами сначала минимальная такая структурная единица то есть агрегат протоуглекан в основе лежит вам известная гиалуроновая кислота к ней с помощью связующего белка прикрепляется осевой или поровый или структурный белок а уже поровому белку перпендикулярно его длина оси прикрепляются сульфатированные гликозы аминогликаны сначала кератан сульфат потом хондроитин сульфат то есть гликоз аминогликаны они заряжены отрицательно и вы видите что к ней присоединяется диполи воды таким образом вокруг гликоза аминогликана формируется гидрофильная оболочка именно она обеспечивает турбур межклеточного вещества и хорошую его проницаемость как для кислорода так и нутриентов то есть питательных веществ таким образом клетки фибробластического дифирона которые хорошо работают и секретируют достаточное количество белков и протеугликанов они получают хорошее питание так как обменные процессы очень высоки в том случае если старые протеугликаны разрушаются а новые не образуются то тургор обводненность межклеточного вещества падает соответственно нарушает свои механические свойства так как воду нельзя сжать и ухудшается питание фибробластов получается такой замкнутый круг плохо работает плохо получает питание кислород теперь волокна вот гликоз аминогликаны вот они как щёточки они связаны с волокнами в частности в частности вот гиалуроновая кислота связана с коллагеном и таким образом формируется как бы такой комплекс теперь как это интегрируется с клетками вот гликоз аминогликаны плюс волокна вот они и к ним присоединяется с помощью адгезивных белков о которых мы говорили белки адгезия не структурные как коллагеноластин а адгезионные да ламинин и фибронектин таким образом основное вещество волокнистый компонент и клетка оказывается интегрирован вещественное целое какие клетки фибробластические составляют фибробластический ряд то есть его дифферон и их происхождение и регенерация дифферон фибробластического ряда включает основные ключевые компоненты первое это мезинхимальная стволовая клетка костный мозг содержит гемопоэтические о котором мы говорили гемопоэтические миелоидные ткани и стромальные образованные различными клетками кости и ее основным веществом вот мезинхимальная то есть мало дифференцированная стволовая клетка мы говорим не о гемопоэтической а стромальном компоненте костного мозга это первый резерв мезинхимальная стромальная клетка вот она мигрирует кровеносное русло и в последующем проходит через стенку сосуда фибробласт выставил одностоидным эпителем эндотелем и формирует популяцию клеток которые называются комбиальная переваскулярная клетка то есть стенки сосудов в дальнейшем она мигрирует в ткань при необходимости формируя префибробласт весьма дифференцированный юный фибробласт и в последующем зрелый фибробласт который после работы может либо погибнуть путем эпоптозы здесь показана гибель в норме или превратиться в временно неактивную слабоактивную форму то есть фиброцит итак большинство клеток фибробластов в процессе жизнедеятельности разрушается а часть зрелая форма инфинитивно превращается фиброцит дифференцируется и популяции еще раз мезинхимальная стромальная стволовая клетка комбиальная переваскулярная клетка в составе стенки сосудов и зрелый фибробласт таким образом если рассматривать основные сценарии откуда ново образуются фибробласты то есть увеличиваются в количество здесь мы можем увидеть три основных таких сценария первое это ускоренная дифференцировка мезинхимальной стволовой клетки второе это дифференцировка переваскулярных комбиальных клеток и третье это пролиферация то есть метоз зрелый фибробласт в условиях когда проходит репаративная или физиологическая регенерация мы можем наблюдать активацию любого из этих трех ключевых дифферона и каждый механизм может включаться автономно в зависимости от запроса окружающей ткани само понятие сначала давайте посмотрим первая группа фибробластов это вот те которые происходят из мезинхимальной стволовой стромальной клеток впервые гипотезу существования гематогенных источников образования фибробластов выдвинул основоположник унитарной теории Максима унитарная то есть все клетки организма происходят из одной вот кроветворной клетки мезинхимная клетка из нее образуется клетка предшественница и она уже дает последующим миобласт гладкий миоцит адипобласт адипоцит и фибробластические диффероны это фибробластические хондробласты для хряща и остеобласты для костей каким образом он это подтвердил культивируя лейкоциты то есть белые клетки крови было отмечено что все клетки белой крови они имеют ограниченный срок жизни мы помним то есть гранулоциты и моноциты погибали однако отдельные клетки которые по морфологии то есть внешне они близки к малым темным лимфоцитов они размножались и давали колонии фибробластов экспериментальное подтверждение существования в костном мозге лимфоидных органов мультипатентных мезинхимных стромальных клеток то есть приоритет принадлежит Фриденштейну он доказал что стромальные клетки костного мозга способны к длительному самоподдержанию и являются самостоятельной независимой от кровотворной линии стволовых клеток таким образом полученные данные впервые позволили сформулировать понятие о стволовых стромальных клетках кровотворной или лимфоидной ткани вторая группа клеток комбиальные или перевоскулярные прогениторные клетки это потомки мезинхимальной стромальной клетки они являются полустволовыми то есть дифференцироваться уже не во всех направлениях и они фиксированы в перевоскулярной нише сосудов микроциркуляторного роста вот на этой схеме сначала увидим общую базальную мембрану которая окружает сосуд изнутри то есть обращены к просвету сосуда выстилает его однослойно плоские эпители или эндотелий к наружу от базальной мембраны вот формируют расщепление и в ней находится перицит а к наружу уже от него третьим слоем лежит адвентициальная клетка вот перициты и адвентициальные клетки являются мало дифференцированные клетки в частности адвентициальные которые сопровождают кровеносные сосуды и участвуют в процессе регенерации также как и перицит который используется организмом в процессе регенерации при повторной рефскуляризации утраченной части органа таким образом сосуды когда прорастают в новообразованную ткань они приносят с собой резерв клеток будущих строителей сосуды как бы несут с собой клетки которые будут активно потом синтезировать компоненты межклеточного вещества на иммуногистохимической окраске видны на среде кровеносные сосуды и видны клетки они окрашены рыжим то есть это зона сосуда вот эти клетки а сами клетки дифференцируются в последующем фибробласты и начинают строить компоненты межклеточного вещества третья группа мы говорили это зрелые фибробласты и они способны к метозу таким образом поддерживая популяцию фибробластов увеличивая при необходимости в количестве вот при люминесенции видны метозы фибробластов то есть они сохраняют способность пролиферации вот здесь уже стадия телофазы на этой картинке виден дефект между группами фибробластов и это последующая картинка когда благодаря активным метозам дефект полностью замещен в 1961 году Хейфлик установил что фибробласты человеков культуры способны удваивать популяции только ограниченное количество раз после чего погибают феномен генетически запрограммированного ограничения количества клеточного деления соматических клеток получил название лимитхейфлика и связано с тем что отсутствует теломеразная активность в клетках а после каждого деления плечи хромосом укорачиваются таким образом рассматривая два пути регенерации после повреждения и в норме то есть срочная спасительная операция можно выделить два основных пути в том случае если требуется большой резерв клеток для замещения грубого дефекта то мезинхимальная стволовая клетка способна экстренно мигрировать и дифференцироваться в зрелый фибропласт при этом она формирует короткоживущую фибропластическую популяцию они имеют гематогенное происхождение первыми появляются в очагах повреждения активно размножаются и синтезируют межклеточное вещество коллаген третьего типа вот коллаген третьего типа в большей степени не присущ эмбриональному периоду то есть он не совсем функционально соответствует зрелым полотном продолжительность жизни этих клеток несколько недель долгоживущие фибробласты они развиваются не из мезинхимальной а в основном из популяции комбиальных перевоскулярных клеток они синтезируют коллаген первого типа и продолжительностью жизни несколько месяцев выполняет также опорно-трофическую функцию и в последующем их неторопливая но более такая основательная популяция она замещает короткоживущих такой резерв фибробластов уже на более поздних этапах регенерации характерные вот компоненты популяции зрелых фибробластов таким образом состоят из нескольких видов клеток зрелый фибробласт мы описывали его строение имеет хорошо развитую гранулярную ПС и дефинитивная форма фиброцит с потерей способности пролиферации более слабым синтетическим аппаратом также зрелый фибробласт может дифференцироваться в зависимости от запроса окружающих тканей фиброкласт и миофибробласт фиброкласт они содержат большое количество лизосом в частности матриксные металлопротеиназы которые способны разрушать белки матриксы и это является сигналом в освобождении металлопротеиназ для других клеток ткани и стимулом для перестройки генотипа этих клеток в сторону более активно методически делящихся популяций тканей ткани печени высвобождаются стромы металлопротеиназы в результате высвобождаются факторы которые заставляют гепатоциты перестроиться и активно методически делиться замещая поврежденную паренхину таким образом фиброкласты участвуют в перестройке и инволюции соединительной ткани то есть обратного развития для того что в последующем зрелые фибробласты построили на этом месте осветительную ткань которая будет отвечать современным требованиям миофибробласт вот по названию видно что мио предполагает наличие сократительных белков цитоплазме и они занимают промежуточное положение между типичными фибробластами и гладкими миоцитами так как содержит большое количество сократительных микрофиламентов и участвует в контракции ран то есть уменьшение площади раневой поверхности что актуально в период репаративной регенерации миофибробласт миофибробласт показано активированный промиофибробласт из фибробласт может образовываться и при механическом стрессе то есть сдавливание клеток приводит к продукции большого количества актиновых микрофиламентов у нее появляются белки с помощью которых она обеспечивает фокальную такую адгезию к окружающей строме и с помощью вот этих белков осуществляется прикрепление нити актина в последующем когда клетка сокращается соответственно стягивает и окружающие ее место прикрепления к центру в последующие вот это про миофибробласт увеличивается количество актиновых микрофиламентов и эта клетка начинает более эффективно выполнять свою функцию происхождение миофибробластов также как и фибробластов мы говорили стромальной кровотворной клетки также может быть перестройка эпителия д дифференцировка гладких миоцидов и пролиферация дифференцировка фибробластов помимо сократительного фенотипа фибробласт может также преобразовываться в секреторный тип то есть клетка синтезирующая белок начинает его избыточно синтезировать для замещения какого-то дефекта под действием стресса или химокинов химических веществ под действием гипоксии то есть недостаточного притока кислорода то есть какие-то активации стимулами идет клетка перестраивается на нормальный активированный фибробласт он участвует в ремоделировании то есть перестройки межклеточные вещества после чего он обратимо репрограммируется в покоящийся фибробласт то есть обратно в форму которая неактивна уже в том случае если идет повторное раздражение ткани называется эпигенетика повторный стимул улавливает эта клетка она уже обратно не дифференцируется в покоящийся фибробласт а необратимо изменяется форму клетки которые все время синтезируют межклеточное вещество при этом она себя самоактивирует вот эти клетки производят гигантское количество белка который входит в состав полокон и вызывает участвует активно в процессе фиброзирования то есть фиброз это избыточное накопление коллагена но клетка просто неправильно отреагировала фибробласты хрящевых постных тканей то есть хондробласты и остеобласты они сохраняют общую структурную организацию то есть для любой белоксинтезирующей клетки хорошо преобладание эохроматина хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть комплекс гольджи но имеет выраженные особенности строения и биозематического профиля так для костной ткани характерна ну вот вторая популяция мы говорили фибробластического дифферона то есть комбиальные элементы или надкосницы или надхрящницы покрывающих хрящ или кость малодифференцированно они дифференцируются в остеобласта потом дефинитивная форма остеоцит активность синтетически активно клетка остеобласт вы видите что она имеет овальную форму большое количество гранулярной дпс метахондрии и комплекс гольджи возле ядра они активно синтезируют органический матрикс то есть коллаген первого типа и гликосоминогликаны в совокупности формирующий остеоид который в последующем будет минерализовываться минерализуется он также с помощью остеобластов они синтезируют и секретируют белки и ферменты которые для этого необходимы то есть фолпопротеины и щелочной фосфатазы в последующем они переходят в покоящуюся стадию это остеоцита клетка отрощитой формы то есть состоит из тела и отростков так как они погружены уже в минерализованный матрикс то тело и отростки тело находится в лаконе в полости а отростки в канальцах в которых находится межклеточная жидкость позволяющая этим клеткам долго жить они не способны к делению и активность биосинтетических процессов в них невысокая надкрящницы дифференцируются клетки хондробласты а потом хондроциты вот малодифференцированные клетки они сильно уплощены хондробласты мы видим становится по размерам больше здесь больше цитоплазмы и здесь активная форма в плане синтеза белка это хондроциты это округлые клетки способны к метозу но после метоза они уже далеко друг от друга не отходят и образуют такие локальные изогенные группы они секретируют коллаген второго типа и эластин а также специфическое то есть имеющиеся только в крещевой ткани аморфное вещество это сульфатированные гликозы аминогликаны и протеугликаны хондроидин серная кислота например хондроциты третьего типа теряет способность к делению и сохраняя достаточно высокую активность специфических биосинтезов более подробно строение костной хрящевой ткани мы поговорим в следующий раз мы говорили о биомеханической функции о регенераторной функции то есть пластической функции пани внутренней среды третья функция обозначенная нами это защитная функция которая подразделяется на несколько таких важных разделах мы вспомним про фагоцитарную активность клеток один из видов защиты знаете что моноциты которые мигрируют по кровеносным сосудам переходят в ткань они дифференцируются в макрофаге существует такое понятие как система мононуклеарных фагоцитов к которым относятся все макрофаги организма макрофаги это долгоживущие клетки они могут жить 46 дней даже больше здесь показано гемопоэтический дифферон то есть из гемопоэтической стволовой кровотворной клетки моноциты образовались и они в тканях дифференцировались макрофаги виды макрофага в зависимости от локализации в организме называются по-разному например клетки микроглия в нервной ткани мезонгиальные клетки почек костные ткани остеокласты соединительные гистиоциты в печени купферовские клетки также есть в дыхательной системе альвеолярные левральные перитониальные гигантские клетки народных тел также есть макрофаги лимфоузла селезенки миндалины тимуса основная функция макрофагов это фагоцитоз бактерий вот визуально морфологически макрофаги могут отличаться вот клетка микроглия ветвистая например или макрофаги красного костного мозга здесь макрофаг является основой для острока кроветворения или остеокласт вот он распластанный и имеет кофрированную каенку гистеоцид отрощитой формы клетка попфера которая находится в данном случае в перемещении внутрь синусоидного капилляра гигантская клетка инородных тел когда макрофаги они вообще в местах воспаления способны к объединению и формируют такую многоклеточную структуру значит функция макрофага мы говорили это фагорцитоз бактерий кроме того еще две важные функции это секреторная то есть секреция лизоцима интерферона и пирогена вещества которые участвуют в бактерицид бактерицидный эффект повышающую температуру и запускающий процесс защитных реакций кроме того регуляторная функция то есть эти клетки модулируют процесс воспаления усиливая его или уменьшая и важнейшая функция это участие в специфических реакциях антиген представляющая клетка малоактивные формы макрофагов они имеют более мелкие размеры уплощенные с темным ядром и слабым развитием органелл а активные блуждающие теоциты вот они имеют большое количество отростков так называемых червевидных и лизосомы на всех стадиях то есть первичные вторичные остаточные тюльца они могут переходить из активной снова в неактивную форму вот на этой скрине с видео видно что макрофаги уничтожают то есть фагоцитируют старые эритроциты более подробно о важной функции макрофага как клетки иммунной системы это примерная схема как выглядит антигенная презентация с помощью макрофага есть клетки макрофаги которые специализированы на этой функции например дендритные клетки лимфатических узлов селезенки здесь важно отметить что в зависимости от того какой имеет природу антиген их подразделяет на эндогенные антигены и экзогенные то есть эндогенные это собственно видоизмененные например клетки организма под действием вируса а экзогенный антиген любой другой чужеродный какой который попал извне соответственно различается и антигенная презентация то есть этот антиген нужно соответственно образом обработать и передать следующим иммунокомпетентным клетам как это происходит антигенная презентация не означает фагоцитоз и с последующим перевариванием то есть внутриклеточным пищеварением вот антиген поглощенной клеткой он проходит процессинг то есть его разрезают на части так называемые вот фрагмент эти части или эпитопы в случае если это антиген мхс вот мхс первого класса эндогенный то он проходит в гранулярную ЭПС через специальные ворота так белки вот эти эпитопы где под них синтезируется специальный белок главный комплекс гистосовместимости первого класса соединяется с ним идет в комплекс гольжи и выставляется на плазмолиму комплекс белка мхс первого класса плюс эпитоп то есть антигенная детермината кусочек антигена вот на такую собственно видоизмененную клетку атакованную вирусом будет реагировать Т-киллер обеспечивающий противовирусную защиту или если это измененная опухолевая клетка она тоже такой комплекс может построить и на нее отреагирует также Т-киллер или натуральные келлеры обеспечивающие противоопухолевый иммунитет в случае с экзогенным антигеном второй вариант здесь происходит также поглощение экзоцитоз антигена также проходит процессинг то есть разделение на эпитоп антигена но внутри гранулярной ЭПС он не заходит однако происходит активация и внутри гранулярной ЭПС строится главный комплекс гистосовместимости МХС но второго типа и вот у него такая липкая площадка для связывания а эпитопа здесь нет поэтому он временно прикрывается инвариантной цепью блокируется для связывания и в комплексе проходя через грануль комплекс гольжи поступает непосредственно к эндосоме где происходит слияние с эпитопом МХС первого класса а инвариантная цепь от него отделяется и вот уже комплекс МХС второго класса плюс антиген выставляется на плазмолин вот этот комплекс пойдет по более такому длинному пути то есть он будет передан презентирован подарен хелперу это Т-лимфоцит он в свою очередь уже будет инициировать либо Т-келлеры либо плазмоциты то есть или клеточный или поморальный иммунитет почему важно это изучать помимо макрофагов функции антиген представляющие клетки оказывается могут выполнять и другие стромальные клетки то есть это непрофессиональная ПК это может быть и эндотелий и сосудов может быть стромальные клетки лимфатических узлов фибробласты что в этом случае вот непрофессиональная стромальная клетка она может приводить после антигенной презентации у нее нет подтверждающего документа по стимуляции да и Т-киллер вместо того чтобы активироваться он наоборот блокируется и Т-хилпер тоже они могут блокировать соответственно происходит Т-клеточный апоптоз так как они не нужны а опухоль без защиты с помощью Т-киллеров она продолжает расти также вот при воспалении непрофессиональные стромальные такие клетки они могут ингибировать клетки могут активировать клетки памяти могут запускать процессы воспаления убыточные то есть это важные аспекты которые сейчас активно изучается вот статья смотрите 2021 года таких работ много рассмотрим строение макрофага ультрамикроскопически крупное ядро неправильной формы большое количество эохроматина гетерохроматин грубые собран возле ядра такие глыбки ну крупное ядрышко в цитоплазме наблюдается большое количество лизосом края цитоплазма неровные образуют псевдоподи вот здесь вы видите пиноцитоз и фагоцитоз то есть плотная частица вот это фагоцитоз это пиноцитоз возле ядра здесь видна центриоль а вот это митохондрия они определяются по такой поперечной исчерченности липидная капля вот включение такое этапа внутриклеточное пищеварение вы помните давайте с вами попробуем определить вот это будет лизосомы то есть первичные лизосомы они имеют такое более гомогенное и плотное темное содержимое легко идентифицируется по этому признаку первичные лизосомы теперь вот продукты слияния это эндосома то есть субстрат который должен перевариться после слияния с первичной они уже образуют вторичную лизосому ее содержание уже неоднородное и остаточное тельце которое формируется и в последующем будет произведен экзоцитоз что переваривается этот макрофаг неизвестно вот это фрагмент фибробласта и рядом видны поперечные пучки коллагеновых фибрил ну вот это сильно избыточно активированная клетка вот весь этот средний ряд это все вторичные лизосомы они различную имеют форму а ближе к хедру здесь расположены вот это остаточные тельца и вот остаточное тельце как идентифицировать или определить клетки фибробласта и макрофаги самые такие многочисленные популяции клеток рыхлосейтной ткани значит фибробласт это крупная клетка она трощитая но вот особенность у него светлая цитоплазма и границы ее практически не видны вот у этих клеток не видна граница или слабо выраженная ядро светлая теперь макрофаг у макрофага наоборот контура цитоплазма четкие но неровная вот такая форма четкая но неровная ядро меньше и оно темное то есть темное ядро хорошо контурируемая цитоплазма которая неровная фибробласты крупные светлые ядра границы клеток слабо видны макрофагия темные ядра границы клеток хорошо видны края неровные защитная функция фагоцитозы мы говорили также соединительной ткани принадлежит нейтрофилам которые специализируются на фагоцитозе бактерий поэтому их мечников назвал микрофагоцитами и так как свою защитную функцию они выполняют мигрируя из крови через стенку сосуда называется диапидез в соединительной ткани то это гематогенные клетки гематогенного дифирона которые присутствуют особенно увеличится количество их при воспалении мы говорили уже вот строение нитрофила сегментоядерным данном случае хорошо видны сегменты и рассматривали подробно диапидез то есть прохождение нейтрофила через стенку сосудов ткани также рассматривали три вида фагоцитоза с помощью рецепторов сегменты допустим иммуноглобулину класса g который является апсанином для определения и быстрого поглощения то есть рецепторно опосредованная эндоцитоз лежит в основе узнавания нейтрофилами бактерий и запуска фагоцитарной реакции видна бактерия которая оказалась поглощенная нейтрофила большое количество лизосомальных ферментов специфической зернице септический очаг поражения то есть неспецифическая защитная реакция когда образуется гной в месте повреждения мигрирует через стенку сосуда химатаксис по градиенту химическому химатрактанту погибающие нитрофилы разрушенная ткань клеточный детрит антиген и живые нейтрофилы это компоненты гноя при гибели нейтрофилов выделяются пирогены это вещества которые повышают температуру организма и гуморальные факторы которые стимулируют дальнейшую миграцию нейтрофилов кочевого воспаления из красного костного мозга при этом в крови развивается лейкоцитоз увеличение количества лейкоцитов здесь вы видите очаг лейкоцитарной инфильтрации в ткани но после работы нейтрофилов возможно очищение раны от бактерии таким образом нитрофилов гранулоциты это рецепторно опосредован фагоцитоз неспецифическая защита с образованием гноя и есть еще респираторный взрыв который мы с вами тоже беседовали и еще клетка мигрант из крови в ткань это лимфоциты в частности б-лимфоцит который дифференцируется в плазмацит и является он эффекторной клеткой гуморального иммунитета секретирует пять классов моноглобулинов или антител идентифицировать эту клетку очень просто она имеет овальную форму ядро округлое расположено эксцентрично то есть сдвинута периферии гетерохроматин в ядре располагается в виде спиц колеса то есть широким основанием прилежит кориолемия а узкие верхушки направлены к центру цитоплазмия преобладает гранулярная ПС и комплекс больших которые находятся возле ядра при окраске клетка приобретает бозофильную какой бозофильный цвет а неокрашенный изогранулярный ПС много рибосон а неокрашенным остается участок возле ядра который носит название клеточной дворе здесь мы видим активно секретирующие моноглобулины плазмоцит здесь расширенные цистерны гранулярная ПС и образование больших таких скоплений секреторного продукта это комплекс больше тоже хорошо развита так как последний этап доработки белка еще раз давайте обобщим значит что защитная функция есть фагоцитоз это моноциты и макрофаги а также нитрофилы которые фагоцитируют бактерии защитная функция есть иммунологическая это плазмоцит который секретирует иммуноглобулины это эффекторная клетка гуморального иммунитета и есть иммунологическая функция у макрофага который может являться клеткой антигенпрезентации еще один тип клеток которые обеспечивают иммунологическую защиту это текиллер который поражает клетки зараженные вирусом раковые клетки и трансплантат важность знаний о процессах и связи они неоспоримы вот допустим работа 21 тоже года свежие посмотрите мы знаем как образуется плазмоцит то есть гемопоэс мы с вами рассматривали вот клетка образуется которая секретирует иммуноглобулины после антигенной стимуляции то есть после того как она встретилась с антигеном она приобрела способность синтезировать иммуноглобулин который будет как ключ замок связываться с определенным видом антигена вот эту информацию какое строение имеет антиген она приносит например в лимфатический узел или в самом лимфатическом узле дендритная клетка то есть макрофаг показывает ей этот антиген после чего эти клетки начинают методически делиться то есть из одной получается много клон и в итоге образуются клетки которые все способны к синтезу иммуноглобулина с именно такими центрами связывания которые помогут найти определенный вид антигена при этом они могут запоминать этот антиген это долгоживущие клетки памяти но в последующем когда повторная встреча будет с этим антигеном эти клетки боепамяти очень быстро образуют новую семью новый клон тех клеток которые опознают этот антиген и будут с ним бороться и вот короткоживущие клетки они быстро реагирующие и длительно они не существуют что происходит при нарушении почему важно знать при нарушении правильной цепочки опознания антигена и почему это такое может быть например на клинике будете изучать патогенез неалкогольной жировой болезни печени то есть вот он связан с ожирением здесь развиваются в жировой ткани процессы воспаления и большое количество свободных жирных кислот попадает в кровь а дипокины они захватываются клетками печени клетками кишечника развивается процесс воспаления перекисное окисление липидов усиливается то есть активные формы кислорода они еще больше повреждают гепатоциты и клетка погибают вот этот клеточный дотрит он захватывается антиген представляющими клетками и отдается хелперам и вот эти хелперы они уже знакомы первый раз знакомы в последующем они считают собственную клетку как бы источником антигена называется аутореактивные т хелперы они активируют б-лимфоциты в лимфоузлах размножается большое количество лимфоцитов б-лимфоцитов которые приобретают возможность синтезировать иммуноглобулины под плазматические клетки которые опознают собственные клетки печени как чужие но эту же информацию хранит в клетке памяти поэтому даже если эти плазмоциты секретирующие иммуноглобулины к собственным клеткам погибнут то есть клетки памяти которые возобновляют эту популяцию клеток вот этот порочный крок является целью для терапии и позволяет вылечить это заболевание значит мы говорили о плазмоцитах как клетка гуморального иммунитета который насыщает иммуноглобулины жидкую среду то есть кровь лимфу и говорили вот о келлерах у которого три мишени и он обеспечивает клеточный иммунитет с помощью перфоринов и гранзинов вот это вот иммунологический синапс т-килера с клеткой которую он убивает здесь образуется большое количество выбрасывается клеткой белков перфоринов которые формируют ворота из белков перфорации в мембране через эти перфорации вводится внутрь клетки гранзимы вот это цитотоксические гранулы гранзимы которые в свою очередь активируют процесс апоптоза клетки но способы гибели клетки они различны потому что гранзимы отличаются и может задействовать через семейство коспасы или митохондрии это уже более тонкие процессы вам еще предстоит их учить мы только начинаем давайте еще раз обобщим знания которые мы сейчас и на предыдущей лекции получили значит защитная функция монологическая это участие клеток специфических защитных реакциях иммунитета иммунитет есть клеточные и гуморальные он имеет четыре основные звена первое звено это антиген представляющая клетка второе звено это регуляторные третье звено это эффекторные четвертое это клетки памяти антиген представляющая клетка макрофаг в зависимости от того это свой антиген перестроенная клетка например под действием вируса или опухолевая или экзогенный антиген синтезирует мэси первого класса или социальную это мэси первого класса презентируется непосредственно ткилера ластер дифференцировки который сиди восемь плюс мэси 2го класса презентируется тхилл пиром ластер дифференцировки в которых сиди четыре плюс тхилл перыму могут активировать в последующем клеточное звено, то есть Т-киллеров, это популяция ТХ1 или дифференцировку Б-лимфоцитов-плазмоцит, то есть эффекторное звено гуморального иммунитета и он уже будет секретировать иммуноглобулины. Друг с другом эти популяции не дружат, поэтому при разных заболеваниях у клетки у организма преобладает или клеточный, или гуморальный иммунитет. Ну и для того, чтобы запомнить строение врага есть Т и Б клетки памяти. Помимо хилперов есть Т-супрессоры, их называют Т-регуляторные, которые останавливают каскадную иммунную реакцию. Но это вот в общих чертах. Зачем это необходимо знать, опять-таки, чтобы знать патогенез различных заболеваний, как на это реагирует иммунная система и найти правильный терапевтический подход. Допустим, схема строения, взаимодействия клеток с рак. Смотрите, вот это раковая опухоль. Найдем знакомые клетки. Первое, это дендритные клетки, то есть макрофаги, антигенпредставляющие клетки. Кого они активируют? Первое, клеточное звено. Цитотоксические Т-клетки. Сразу, да? Они убивают Т-келлеры. И вот они активируют через Т-хелперов те же цитотоксические клетки по длинному такому звену. А также через Т-хелперов дифференцировку Б-лимфоцитов плазмоциты. Ну и здесь мы можем найти, конечно, Т-супрестор, который блокирует это звено. И клетки, которые живут в опухоли. Данная работа как раз была им посвящена. И эти клетки, которые живут вместе с опухолей, это такие предатели, они блокируют и хелперов, и цитотоксические клетки, и даже натуральные келлеры, которые обеспечивают противоопухолевый иммунитет. Или, допустим, вот патогенез демилинизации. Начальное это звено, это повреждение эндотелия, после чего гематон энцефалического барьера папилляра эндотелия повреждается. После стимуляции цитокинов идет активация плазмоцитов и активация цитотоксических клеток, которые воспринимают собственный миелин как чужеродный и устраивают на него атаку. Вы видите, что очень много этапов, много клеток, которые участвуют в опосредовании, развертывании иммунных реакций. и зная эти этапы, можно после клинической оценки, она включает в себя большое количество этапов, которые определяют конкретно, что с пациентом, и включает в себя много очень обследований, позволяет точно определить и правильно назначить лечение. Итак, в ткани внутренней среды мы рассмотрели защитную функцию фагоцитарная активность, то есть макрофаг и нитрофилы, клеток строителей фибробласты, клеток, участвующие в иммунных реакциях, то есть лимфоциты, текиллеры, плазмоциты, также макрофаги, как клетки АПК. И еще один блок защитной функции, это защитное действие межклеточного вещества. Защитное действие межклеточного вещества определяет устойчивость организма и органов к механическим воздействиям, то есть это волокна плотной соединительной ткани, фиброзной капсулы, а также бактерицидными и протективными свойствами, аморфтные вещества из гликоза, миногликанов. Четвертая функция это трофическая или метаболическая функция тканей внутренней среды. Здесь мы можем говорить о тканевых пазофилах, то есть о тучных клетках, которые развиваются с гемопоэтической стволовой клетки и составляют до 10% рыхлой соединительной ткани. Они расположены вдоль сосудов, имеют неправильную форму, то есть разнообразную, компактное ядро и многочисленные базофильные гранулы в цитоплазме. Они похожи на базофильные гранулоциты, но в отличие от них имеют другое происхождение и отличаются по сроку жизни. Синтезируют они гепарин, гистамин, серотонин, простагландины и целый ряд биологически активных веществ, которые влияют на проницаемость стенки сосуда, снижают свертываемость крови и увеличивают скорость местного кровотока. Функции тучных клеток в зависимости от интенсивности дегрануляции. Дегрануляции то есть это эксцитоз гранул под влиянием специфических стимулах. Это гуморальная регуляция метаболических процессов, размножения и дифференцировки других клеток соединительной ткани на уровне своего микрорегиона, то есть паракринная регуляция. Допустим, если клетки какие-то активно делятся, то для улучшения обмена веществ, для притока кислорода и нутриентов небольшое количество гранул, если дегранулировано, увеличивается отек, обводнение межклеточного вещества под их действием и соответственно улучшается обеспечение делящейся ткани. Конечно, если много выделится веществ при дегрануляции, тогда это будет развитие аллергических реакций. Здесь видны гранулы в большом количестве. Они также могут маскировать ядром. Они разнообразной формы и размеров, окраска интенсивная разная. По форме, по содержимому гранулу это могут быть плотные, крупнозернистые, мелкозернистые, пластинчатые, со свитками, смешанные. Вот параллельно помимо названия тучная клетка есть еще тканевой базофил, лаброцит или мостоцит столько названий у этой клетки. Значит, они отличаются еще раз повторим от базофильных гранулоцитов тем, что базофилы не делятся и имеют большую продолжительность жизни, то есть более короткого базофила в крови. А это долгоживущие клетки. Схема дегрануляции знакомы уже вам. сигналом к этому может быть присоединение к иммуноглобулину антигена и от этого же зависит интенсивность дегрануляции. То есть есть рецепторы для связывания ФЦ-рецепторы для связывания трансмембранного участка иммуноглобулина, а на его липкие плечи, когда садится антиген, то изменяется конформация трансмембранная и это является стимулом для дегрануляции. Этапы какие? Это связывание специфического антигена с иммуноглобулинами, резкая мобилизация кальция и дегрануляция. В течение одной стремительно насколько пяти минут выходит содержимое гранул гистамина, гепарина через пять минут до тридцать минут липидные медиаторы, то есть лейкатриены, простагландины и в течение часа провоспалительные цитокины. Соответственно, может сокращаться бронхи, отек, гиперчувствительность немедленного типа, увеличиваться секреция слизи и усиливаться процессы аллергии, анафилактического шока развития и воспаления. Вот в точной клетке на электронной микрофотографии вы видите, что вся цитоплазма заполнена гранулами, которые отличаются по плотности. Те гранулы, которые мелкие и темные, это не активные или созревающие. Перед выделением содержимое гранул, оно становится более светлое такое, то есть как бы набухают и вот это вот уже в стадии дегрануляции гранулы вы видите. В некоторых случаях происходит слияние гранул и выделение их массированного. Вот это комплексы такие набувших более плотных гранул экзоцитозом из клетки выделяются из-за этого поверхность клетки она как будто бы покрыта такими глубокими складками. Несколько буквально слов о других тканях внутренней среды, которые выполняют трофическую метаболическую функцию. Это жировые ткани, в частности жировая ткань участвует депонирование, мобилизация липидов. Она выполняет опорную, энергетическую, защитную, теплоизолирующую функцию, функцию теплопродукции. Кроме этого может накапливать токсические вещества, забирая их из кровотока, защищая организм и являться периферическим местом синтеза гормонов, в частности эстрогена. Адипоциты обычно это клетки крупные, 50-150 микрометров, при том, что толщина среза 5 микрометров позволяет увидеть клетку в один слой, на 150 микрометров. Они имеют сферическую, то есть круглую такую форму, развиваются из знакомых вам мезинхимных стромальных клеток, а также второй популяции малодифференцированных полустволовых клеток. То есть фибробласт такой, подобный клеткопредшественник, накапливает липиды и капля жира сливается, образуя центральную вакуоль, при этом ядро оттесняется к периферии и имеет облащенную форму. человек может похудеть, то есть эта жировая клетка снова может стать меньше и кажется, что вот человек похудел, но на самом деле эта клетка не погибает, она просто уменьшила количество жира. и в последующем при поглощении питательных веществ она снова станет такой же, как была. То есть гибели жировых клеток не происходит. Раз образовавшись, они уже существуют и готовы накапливать жир. белая жировая ткань кажется прозрачной клеткой, потому что жировая ткань, либиды при проведении по спиртам они растворились, эстрагировались, поэтому клетки кажутся пустыми. Стрелкой показаны ядра, которые оттеснены на периферии и уплощены. Отдельные дольки жира они разграничены с ипотканными прислойками. При ожирении развиваются процессы воспаления, жир хорошо кровоснабжен, здесь много макрофагов, выделение адипокинов, адипонектина, лептина, резистина и провоспалительных стимулов приводят к активации макрофага и дальнейшей гипертрофии адипоцитов. При этом часть клеток погибает, часть жирных кислот высвобождается в кровь в виде таких мицелл. и они встраиваются в мембрану эндотелия, встраиваются в мембрану в желудочно-кишечном тракте эндероцитов, соединяются с транспортными белками крови, ассоциата альбумина. при этом вот эти комплексы воспринимаются клетками иммуноцитами как чужие и инициируется реакция воспаления. в печени например гепатоциты захватываются также клетки которые перегружены в эндотелии гепатоциты кишечники развивается защитная такая реакция сначала потом эндоплазматический стресс нарушается синтез протеинов и активируется гибель этих клеток по типу апоптозы итогом таких процессов может стать инициация прогрессирования рецидивирования рака вторичная резистентность противораковой терапии рост смертности и инсулино-резистентность то есть сахарный диабет второго типа бурый жир в отличие от белого выполняет в основном функцию термопродукции потому что в нем вы увидите в сравнении клетки большое количество митохондрия цитохрома P450 в митохондриях он выглядит бурого цвета капельки бурого цвета если в белом жире одна капля жировая после созревания то в буром много жировых капель в белом ядро плоское на периферии в буром ядро круглое в центре клетки локализация бурого жира у детей из-за несовершенства термогенеза у них отсутствует дрожательный термогенез они не дрожат согреваясь бурый жир находятся между лопатками и так как в митохондриях бурого жира разобщены процессы окисления и фосфорилирования то есть расщепление с помощью цикла крепца происходит но энергия выделяется в виде тепла таким образом осуществляется повышение температур значит мы посмотрели белый жир а вот бурый жир он видите крупные ядра у клеток округлой формы и множество разнообразных размеров капелек жира распределены рассредоточены равномерно по цитоплазме и очень много митохондрия на электронной микрофотографии вы узнаете клет органеллы такой овальной формы с поперечной исчерченностью таким образом рассматривая постамбриональный гистогенез ткани внутренней стрибы в красном костном мозге мы выделили популяции мизинхимной стволовой стромальной клетки которые дают фибробластический дифферон жировые ткани и гладкие мышечные ткани и второй это гемопоэтический дифферон стволовых клеток которые дают все форменные элементы крови красной эритроциты и белой эритроциты из них в соединительную ткань мигрируют ткневые пазофилы моноциты образующие макрофагическую систему и плазмоциты б-лимфоциты плазмоциты которые участвуют в защитных реакциях гуморального иммунитета отдельно у нас осталась кроветворная ткань о которой мы говорили в эритропоэзии но вот более подробно будем говорить еще в частной гистологии однако постараемся еще раз запомнить основные понятия что кроветворные ткани образуют струму органов кроветворения важнейшая функция ее это создание микроокружения для клеток которые формируют паренхему кроветворных органов то есть миелоидную и лимфовидную ткань клетка ретикулярной ткани называется ретикулоцит а волокна ретикулярные за исключением тимус тимуси строма это эпителиальная ткань а клетка эпителиоретикулоцит лимфоидная ткань она является паренхемой для всех органов кроветворения кроме красного костного мозга где паренхема образована миелоидная ткань то есть мы выучили с вами что миелоидная ткань это совокупность пяти видов гемопоэтических клеток незрелые зрелые эритроциты гранулоциты моноциты тромбоциты и наивные бэлифоциты но вот на этой фотографии окрашена она по-разному в первом случае гемотоксилена азин во втором это импрегнация солями азотнокислого серебра хорошо видны ретикулярные клетки они имеют отрущатую форму и образуют такую трехмерную сеть в совокупности с ретикулярными волокнами при этом создавая основу для расположения вот базофильно окрашенной это все лимфоциты здесь они тоже хорошо видны и выполняя основную функцию микроокружения для этих клеток подразделения соединительной ткани на рыхлую и плотную а плотную на оформленную и не оформленную как это просто запомнить значит ткань состоит из клеток и межклеточного вещества а нос и очередь из волокон и гликус именно гликана клетки мы познакомились с вами с фибробластами с клетками гематогенного дифферона то есть с моноцитами макрофагами и лимфоцитами и нейральные это меланоциты более подробно немножко позже теперь если мы говорим о плотной соединительной ткани мы говорим о том что в ней будут преобладать волокна для обеспечения прочности в том случае если это оформленная ткань это означает что волокна будут лежать параллельно друг к другу в том случае если это не оформленная ткань то волокна будут образовывать трехмерную сеть то есть не упорядоченно лежат но волокна будет много вот пример плотно не оформленная соединительная ткань вы видите сетчатый слой дермы где такую трехмерную сеть образуют пучки коллагеновых волокн а плотно оформленная сухожилия связки апаневроза где волокна лежат параллельно друг к другу на большую картинке значит это эпидермис и дерма дерма кожи делится на сосочковый слой он в виде сосочков вдаётся в эпидермис между эпидермальными гребешками он образован рыхлой не оформленной ткани а сетчатый слой дермы образован плотной не оформленной соединительной тканью также здесь видны вот это вдавление эпителия образуют волосяные фоллипулы и корни волосы видны железистые эпители образуют концевые отделы сальных желез они впадают волосяную луковицу отдельно самостоятельно лежат извитые трубчатые концевые отделы плотовых желез вот их выводные протоки самостоятельно выходят на поверхность здесь также хорошо видны жировые клетки образующие дольки в виде такой сеточки плотно оформленная цветная ткань пучки коллагеновых волокон в продольном сечении между которыми зажатые клетки фиброциты которые принимали участие в синтезе коллагена для этих волокон и тоненькие прослойки соединительной ткани на поперечном сечении тоже в этих тонких прослойках находятся сетные ткани кровеносные сосуды а ядра фиброцитов или тендиоцитов они имеют трехугольную форму с отросточками и разделяют отдельные коллагеновые волокна как называется вот сухожильные клетки тендиоциты вот они крыловидные такие они отделяют друг от друга коллагеновые волокна одно коллагеновое волокно называется пучок первого порядка вот пучок первого порядка еще один и разделены они тендиоциты совокупность некоторая совокупность пучков первого порядка вот возьмем здесь хорошо видно да один пучок первого порядка второй третий их много они образуют пучок второго вот один это будет второй и они разделены друг от друга с помощью эндотенуния тендиоцитами итак пучки первого порядка это коллагеновые волокна они разделены тендиоцитами совокупность пучков первого порядка это пучок второго порядка они разделены эндотеноме все вместе это пучок третьего порядка и оно покрыто перетенонием в крупном сухожилии возможно образование пучков четвертого порядка и тогда они покрыты эпетенонием на электронной микрофотографии видно поперечное сечение еще такая вот тендиоцит видно что цитоплазма малая в этой клетке длинные отростки ее разграничивает поперечное сечение коллагеновых волокон которые и создавала эта клетка напомню что коллаген не растягивается это прочность на разрыв поэтому когда мы говорим растянулся ухожилии всегда речь идет о частичном разрыве ну и слизистая ткань мы рассматривали в курсе эмбриологии строения пуповины отличается большим количеством гликозаминогликанов сульфатированных которые обладают гидрофильностью что позволяет вот этому веществу в артонов студий обеспечивать механическую защиту кровеносных сосудов плода от сжатия при перекручивании изгибания пуповины какие именно факторы способствуют активной работе фибробластов пуповины для того чтобы они синтезировали все время новое гликозаминогликанов но это витамины конечно витамин а витамин c которые усиливают белок синтетическую активность клеток и женский половой гормон эстроген спасибо за внимание до свидания до новых встреч витамин